всем доброе утро знаете куда я завтра иду я все-таки решилась сделать себе вторую татуировку я давно ее хотела у меня одна есть на ноге я довольно рада что я ее сделала сделала я ее в десятом году она мне нисколько не мешает я нисколько не пожалела это все такое индивидуальное кто хочет делает нет нет тут нет вот что на ноге татуировка это для меня значительно главный цветок это я взяла с интернетом а вот эти вот все штуки сбоку сверху снизу я дорисовывала сама и мне потом мастер там где-то тень добавил где-то растушевал чуть-чуть эту татуировку я тоже почти придумала собак сама чтобы ее такой ни у кого не было чтобы это вот у меня такое торчит вот скажите мне что вот это такое вот такой ни у кого не будет в общем знак бесконечности потом две лапки будет одна лапка маленькая это означает сонина лапка вторая лапка побольше то лапка пушка и будет еще буковка м это марсель я эту татуировку хотела сделать вот здесь потом передумала и сделаю ее вот здесь мне кажется здесь она будет на правильном месте я давно и уже хотела но ждала каких-то своих мыслей своих идей какая она должна быть именно и вот буквально незадолго до того как мне уезжать в турцию вот я поняла что я ее хочу такую 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 и она у меня будет день я назначила с этой с мастером который мне будет делать и вот с вами делюсь сообщаю что завтра я поеду ее делать я очень этого жду очень этого хочу так как я люблю когда есть на теле татуировки я не люблю перебора но опять же да это дело каждого кому нравится кому нет я не люблю перебор но когда это все в меру когда это красиво я всегда за еду забирать марсельку с практики и заодно хочу вам кое-что рассказать вы у меня спрашивали насчет того что боюсь ли я летать если да то как я с этим борюсь вообще я летать не боюсь я боюсь сам процесс взлетания вот когда вот начинает самолет взлетать я этого ужасно боюсь и вот эти вот вот этот момент как вы знаете когда загорается табло что можно отстегнуться все у меня как будто что-то вот успокаивается и я начинаю расслабляться я чувствую себя спокойно как будто как безопасности но до того момента как не загорелся до того момента как не загорелась это табло я крепко держу того кто возле меня сидит рядом это или это или марселька или рома есть машина пропустила стою что пока машина будет навстречу ехать машина ехала навстречу а сзади мужик меня обогнал и в общем было очень я скажу так тютелька в тютельку да поэтому в этот момент когда не загорается табло я вот прям вот вся в напряжении я могу закрывать глаза и я как-то вот вся такая сжатая ужасно боюсь мне всегда кажется вот сейчас мы как будто упадем ну а потом когда загорается табло что можно отстегнуться все мне потом все хорошо и вот рассказываю вам случай я же вам говорила что мы с коллегами по моему нас три или четыре коллеги одновременно полетели отдыхать как раз сейчас на вот эти вот каникулы которые были у детей и коллега одна рассказывает что ее дочь была в ту она прилетела в турцию а потом через пару дней прилетела вроде бы дочь семьей с другом не знаю с мужем не буду говорить точно прилетели все нормально временно стало лететь домой они садятся в самолет самолет взлетает а кто был вылетал из анталии тот знает да ты всегда взлетаешь и какой-то промежуток времени ты летишь над морем и вот этот промежуток времени над морем они только взлетели и начали крутиться над морем два часа что ли по моему рассказала вот они крутились там какое-то определенное времени я скажу большое количество времени тоже два часа или там полтора часа это много потом они все-таки вернулись в аэропорт приземлились предоставили новый самолет самолет там какие-то были неполадки лететь на нем нельзя было почему он крутился может ждал место которое там освободиться в аэропорту на полосе какой-то не знаю предложили им самолет естественно никто платить не должен был но . моей коллеги она отказалась она по-моему тупус села доехала до истамбула а уже оттуда вот часто вам буду врать или на автобусе или на поезде она приехала уже в германии на через пару дней только была дома естественно за свой счет вот я к чему говорю так как я боюсь взлетать я не знаю чтобы было бы со мной полетела бы я села бы я на их на другой самолет или я тоже бы отказалась категорически сказала нет хоть убейте но я поеду другим каким-то способом да там на автобусе на поезде не знаю как бы я себя попавила не знаю поэтому я хоть понимаю да что есть естественно есть такая статистика что если брать на земле ехать или в небе лететь то в небе на много-много процентов безопаснее но все равно это страх потому что ты в небе и ты никуда там не денешься ты закрытом пространстве никуда не убежать дверь не открыть вот это вот что еще до пугает вот хотела вот с вами поделиться если кто то есть из вас и знает как с этим бороться потому что у меня спрашивали как вы с этим боретесь я написала ну как я могу с этим бороться я вот кого-то держу за руку и вроде бы и все а если кто то действительно знает как можно с этим бороться понятное дело что это успокоительные есть но вот может быть кто то знает без успокоитель что-то там делать я не знаю напишите скажите потому что таких много кто боится летать боится взлетать боится садиться полностью весь полет проходит очень тяжело таких очень много кто-то из-за этого даже и не летает никогда а ездить в отпуска только на машине а на машине куда ты здесь уедешь это только италия испания что у нас еще в хорватии болгария все наверно а куда еще здесь можно уехать так что если что можете написать кто с этим борется и как как можете спокойно написать как вы с этим боретесь это я думаю будет полезная информация для какая у нас жара мне кажется у нас жарче чем в турции так девчонки петуния свои маленько подстригла кто-то там сказал стрижку навести если я пойму что это мало сделаю еще в общем я самые подстригла высокие которые идут очень слишком как бы вот ввысь да я их подстригла и получилось так что все цветочки я со стригла парочку только осталось но очень много здесь которые будут распускаться я буду дум и я думаю что будет нормально но не исключаю того что мне придется еще раз их обрезать посмотрим так жара я повторюсь что у нас очень сильно жарко в бочках воды абсолютно нет я вчера уже поливала с крана вот брала воду из дома другой бочки тоже воды нет рома сказал домой приедет и проведем шланг сюда вот здесь тоже воды нет проведем сюда шланг наберем полные бочки чтобы мне с лейками не ходить наберем в общем в бочке лилии у меня еще не распустились хотя бутончики уже такие прям хорошие скоро скоро распустятся облепиха растет все с ней хорошо урожай я так понимаю будет на следующий год вот лилии здесь маленькие бутончики здесь тоже маленькие здесь тоже здесь малютка а вот тут уже побольше так что скоро распустится сейчас я бы в море залезла и в море и в бассейне бы искупалась такая вот у нас жара соньте где это сонька убежала не вижу ее лежит давай скорее 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 красавица мамина про кофе точно про кофе я вам говорила про кофе помните я покупала в мигросе starbucks 4 пакетика там два пакетика какао было и два пакетика ваниль блин девчонки хоть что мне говорите я люблю starbucks люблю любой кофе холодный обожаю вот сальди тоже покупаю часто starbucks кофе там есть обычный классический и тоже ваниль что я хочу сказать вот этот пакетики в мигросе по моему они стоили пару центов я здесь посмотрела где же я могу тебя здесь купить кто его знает когда я в турцию теперь поеду в этом году или на следующий не знаю хочется еще в этом году поехать в том году прям так подфартило что три раза съездили в этом году не знаю получится с три раза или нет хорошо что хоть один раз съездили в общем зашла на amazon и такие пакетики стоят 15 штук 47 конечно я за 47 евро покупать не буду этих 15 пакетиков я хочу может быть попадем в люксембург хочу посмотреть в люксембурге мы раньше ездили часто в люксембург закупались кто что и сигареты и кофе брали и заправлялись сейчас мы там почти не не бываем хотя хоть и ромкина родители живут в триле мы в люксембург не ездим уже давно там не были ну ради кофе можно и заехать посмотрим как бы мне хочется кофе такое побольше чтобы было дома хоть я и люблю кофе вот с сенсео пить каждое утро но вот это кофе пакетика я пила первый раз и она мне очень понравилось просто просто очень соньки вообще жарко в такую погоду да сонь тебе жарко моя ты девочка ей так жарко дома тоже лежит вытянется и на улице вот если мы на улице находимся на тенек ищет сюда в теньке лежит да сонь сонь ты хоть повернешься сладкая девочка ты сладкая девочка сонь соня все ушла мадам ушла нам пришла газета я вам сейчас что-то покажу здесь уже есть газета с альди тоже отдавать я на другую сторону чтобы не отсвечивала я вообще каждое воскресенье захожу в альди и смотрю что будет уже за три или за две недели вперед в общем когда приходит по средам вот такая с альди газета я уже знаю что здесь будет поэтому я вам сейчас кое-что девчонки покажу что вы просто обязаны вот starbucks starbucks вы прям обязаны это купить кстати вот она сушилка это здесь дешевле на 400 по моему я тоже добрала и дешевле я купила маленько подороже так как диета вот такие фонарики будут помнить я вот такие покупала не помню за сколько я у меня в комплекте было две такие веточки пролистала всю эту газетку и нет здесь того чего я вам хотела показать я хотела показать значит придет альди газетка в следующую среду это о чем говорит что вы можете вперед смотреть на две недели почти с половиной вот зайдите в альди и там будет следующая газета и там будет такой шпрей я его покупала в том году в альди эти десятка transparent обязательно чтобы там стояла transparent то есть ты его распыляешь на свое тело и не надо размазывать и в отпуске вообще оптимально то есть не будут никогда вот эти вот ладошки жирные набрызгал и все он не белый вот повторюсь что он вот именно чтобы там стоял transparent и вот на следующей неделе именно этот шпрей будет вот кому такой нужен купите есть тридцатка есть впереди пятидесятка я брала с собой пятидесятку вот классный мы почти там все все брызгались и использовали все баночки у меня сколько было с собой три баночки по моему повторюсь что он очень быстро израсходуется вот это вот минус этого шпрей это то что он вообще любой мне кажется шпрей он быстро используется поэтому если вы куда-то едете с большой семьей запасайтесь повторюсь что и он недорогой 3 с копейками 395 он будет стоить да по моему 395 и это будет вот и сейчас нас 19 то скорее всего 24 с 26 наверное получается числа тогда до 26 числа будут наверное вот эти вот шпрей вот я вам хотела показать думала это вот в этой будет газете а нет следующий так что а фирма фирма альдерская как там она амбре ну как-то м м по-моему это не какая-то мне не вея не лореаль не какая-то мне это а вот это именно альдерская так что посмотрите найдете купите